Привет! Это подкасты школы I love Supersport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми. Рад вас приветствовать. Меня зовут Велимир Назарычев. Я директор по продукту I love Supersport. И вместе со мной будет наш прекрасный тренер по бегу Алсу Шагива. Спасибо, да, очень приятно. Для меня это первый опыт будет, но мне очень интересно. У нас сегодня прекрасная тема. Мы поговорим о том, как начать бегать. Несмотря на то, что уже большая часть лета прошла, на самом деле самые классные дни для бега еще впереди. Ведь есть вторая полна августа, отпуска, есть свободное время для того, чтобы еще даже начать бегать, если вы это почему-то не сделали. И впереди осень. Кстати, да, самые большие интересные гонки сезона, они как раз проходят осенью. Мы с вами сегодня обсудим, что важно делать перед первой пробежкой, как погружаться в бег комфортно и правильно, если первые пробежки вам зашли и вам все понравилось. Мы поговорим о технике бега и методиках тренировок. Вообще, какие бывают дистанции в беге, какие есть старты, на что можно обратить внимание с точки зрения своих целей, например. Ну и, собственно, поговорим о некоторых приемах для того, чтобы после того, как вы начали бегать, вы точно не бросили. И начнем мы с первой пробежки. Алсу, ты помнишь, когда ты первый раз побегала? Да, на самом деле я, кстати, начала достаточно поздно бегать, хотя я родилась в спортивной семье и в моей жизни всегда присутствовал бег, но начала я бегать только в университете из-за физкультуры. Да, поэтому я помню эти пробежки, но я так сразу, если честно, погрузилась достаточно серьезно, поэтому у меня скорее только сейчас начался период, когда я воспринимаю соревнования как праздник, в общем, как веселье, а тогда было все серьезно. Я первый раз вышел на пробежку, когда мне было 10 лет, я был с родственниками в пансионате, я посмотрел фильм «Рокки 4», я был так замотивирован, что я на следующее утро вышел, пробежал там, типа, несколько стадионов, ну, кругов по стадиону и, в общем, с того момента... Извини, Даша, что перевел, у меня, кстати, есть такое понятие, как бегуны «Рокки», именно у нас тоже были такие университеты, знаешь, когда идет дождь и темно, уже они такие очень мотивированные. Ну, меня это очень заводит, когда сложно, я включаю песню, уже выйти на пробежку гораздо легче. Итак, если вы задумываетесь о том, чтобы выйти на первую пробежку, ну, не решаетесь это сделать, давайте мы поможем вам это сделать комфортнее, легче. Во-первых, оцените свой опыт и физическую подготовку. Вспомните, когда последний раз вы ходили в зал, ходили на йогу, танцы, стретчинг, в общем, какая физическая активность у вас была и какой образ жизни у вас был. Это поможет спланировать вашу первую нагрузку. Если вы регулярно занимаетесь смежным видом спорта, а если и циклическим, то вообще прекрасно. Тогда первая пробежка вам, скорее всего, дастся гораздо легче и наверняка у вас уже есть понимание, сколько по времени вам будет комфортно выдержать. Да, тут на первой пробежке минут 10-20 или, возможно, кому-то 30 минут будет комфортно. Алсу, ты как считаешь, вот если у человека совсем нет опыта, то какой временной диапазон или, может быть, километраж стоит выбрать, вот качество первого раза, чтобы не промахнуться точно? А что касается новичков, то я на самом деле рекомендовала даже начать с прогулки, точнее собраться так, что в любой момент можно остановиться на шаг. И вы можете так, допустим, пробежать минуточек 5, понять, что вы уже устали и ничего страшного в этом нет, перейти на шаг. Есть даже такая тренировка, называется кросс-тренинг, когда мы чуть-чуть трусим, чуть-чуть шагаем. И, в общем, такими маленькими шажками, маленькими чередованиями шаг-ходьба можно начать, я думаю, с 30-минутной, и она будет восприниматься как прогулка. Если это будет происходить в парке или в какой-нибудь такой местности, где вам будет и красиво, и комфортно, и хорошо дышать свежим воздухом, то 30 минут пролетят, я думаю, незаметно. А если вот прям непрерывный бег, я думаю, что вполне минут от 10 до 15 это будет вот вообще прям достаточно. Да, правда, это же сразу получается, даже если тем совсем невысокий, это уже как минимум километра 2, и это вполне достойно. Да, да, 2 км, это вообще супер. У нас второй пункт, ты уже об этом говорил, как раз подобрать удобную локацию. Для первой пробежки, наверное, не стоит выбирать какие-то трудные холмистые трассы, да, там, если это в парке, равнина, если это тенистое какое-то. Асфальт, ну, если совсем ничего нет, то асфальт может быть, ну, просто имейте в виду, что нагрузка может быть чуть-чуть больше, но она как бы не критична, и уж для первого раза абсолютно подойдёт. Даже школьный стадион, кстати, рядом с домом, если... Наверняка на вашем стадионе уже кто-то бегает, и вы можете подгадать момент, когда бегает кто-то ещё, тогда вы точно не будете один, и, кстати, это может вас также вдохновлять. Вот, кстати, об этом. О, мы подошли к этому, выбрать компанию, мы как очень логично идём. Действительно, если у вас уже кто-то из друзей бегает, не стесняйтесь, но, правда, напишите, возможно, они даже приедут к вам, и как-то вы вместе пробежите. Плюс под плечом уже более опытного напарника, он может чем-то посоветовать, помочь первый раз, и вам точно будет интереснее. И вы вообще, скорее всего, не заметите, как прошли ваши первые 15-30 минут, и получите, скорее всего, больше удовольствия, а уж полезной информации точно больше. Не стоит гнаться за какими-то рекордами, потому что почему-то есть такое мнение, вот, среди тех, кто ещё не бегает или пробует, что, ну, если мы вышли на тренировку, значит, надо пахать. Да, и если вот в конце вы не устали, ну, как бы, мы не были на тренировке, зачем это всё надо, мы призываем вас внимательнее относиться к своему самочувствию, и то, что вы не устали и чувствуете себя очень комфортно, в общем-то, на любой, на самом деле, тренировке, это скажут, скорее всего, и профессиональные атлеты, да, то есть если есть такое ощущение недотренированности, это, наоборот, абсолютно окей. С чувством лёгкого голода, как говорится. Вот, да, с желанием продолжить дальше, даже какая-то небольшая дистанция, даже если это микс ходьбы и бега, это вообще супер, продолжайте в том же духе. Надо с чего-то начать, сделайте небольшой шаг, не нужно стремиться сразу пробежать пару километров, не знаю, на время, да, там, сдать какое-то ГТО или быстрее, чем ваш друг. Поэтому обязательно слушайте себя, и тогда больше шансов, что вам это понравится, и вы продолжите бегать с удовольствием дальше. Всё верно. Ещё важный момент, если вы уже, кстати, например, пришли на первую пробежку, завершили её, и появились какие-то, может быть, болезненные ощущения, или у вас был опыт с травмами, может быть, в других видах спорта, или это были бытовые травмы опорно-длительного аппарата, возможно, стоит заранее даже, ну, может быть, сходить к врачу или после, к спортивному врачу, чтобы выявить просто слабые стороны и понять, над чем работать. Это, на самом деле, очень полезно и в поседневной жизни, потому что, ну, например, спина, крепкая спина хорошая, она нужна не только для бегуна, например, да, чтобы там кор был, да, там, техника бега была лучше, экономичнее, но и в поседневной жизни банально работать в офисе, да, по 8 часов, по 9, это абсолютно непростая история, и хорошая спина, или, не знаю, там, накачанные ягодицы, поэтому сходить к спортивному врачу хорошая идея, для того, чтобы ваш бег, занятие спортом и вообще повседневная жизнь была гораздо качественнее. Скажем о том, что делать вот точно не стоит на первой пробежке, ну, во-первых, ну, доставит вам дискомфорт, быстрый темп и объём. Это те вещи, которые приводят как раз к травмам. Да, а если это ещё и смешать, если вы бежите быстро и долго, мало того, что вы точно не получите от этого удовольствия, вообще странно, да, страдать, и как бы даже если вам кажется, что, ну, вы пробежали немного, лучше остановиться и сделать паузу до следующей тренировки. Как можно без каких-либо гаджетов человеку понять, что он бежит, ну, быстровато для себя текущего? Говорю всегда, это называется разговорный темп. Почему хорошо бегать в компании? Вы всегда найдёте тему для разговора и будете разговаривать, не задумываясь, да, особо о темпе. Соответственно, у вас будет правильное дыхание, потому что многие спрашивают, там, дышать носом или ртом. Вы будете дышать естественно при разговоре. И, соответственно, вы не сможете бежать быстрее и говорить. Если вы, допустим, не можете говорить или ещё, например, посчитать в уме. Если вы, допустим, не можете услышать звуки птиц и посчитать, допустим, номерной знак и так далее, значит, вы перебираетесь с темпом. Как говорят мне, беги быстрее, чем думает твоя голова. Поэтому важно всё осознавать, тогда вы точно выбрали комфортный темп. Классная фраза, кстати. Если бегаешь по улице, то что делать на светофорах? Очень хороший вопрос. Кстати, очень много таких даже шуточек в Инстаграме. Я, кстати, не бегу на месте. Есть, да, есть несколько типов бегунов. Ну, немножко, да, сначала посмеёмся. Те, кто там начинает приседать, там, перебегать на красный и так далее. Вот честно, я воспринимаю светофор как отдых. Я даже иногда радуюсь, что красный свет такая, фух, можно отдохнуть, перевести дух. Если это тёплая погода, я думаю, что 30 секунд-минута ничего плохого вам не сделают, если это хорошая погода. Если, допустим, это бег в холодную погоду, то я делаю бег на месте. Моя сестра как всегда делает, она просто не может не бежать. Я, допустим, стою, а она смотрит, сколько светофор сейчас везде, светофоры по секундам. Допустим, минута. Она бежит 30 секунд в одну сторону назад и 30 секунд в другую. Я знаю, что мне нужно добрать немножко времени. Да, поэтому вот таких несколько вариантов. Класс. Переходим дальше. Если ваша первая пробежка прошла успешно, дальше вы начинаете планировать свои беговые тренировки. Как ты думаешь, сколько раз в неделю, если человеку понравилось, можно бегать для того, чтобы... Ну, это было органичной частью ритма, да, и его было легко вписать в повседневный ритм. Я думаю, что два раза. Стоит начать с двух раз в неделю, как у нас, допустим, в школе бега для начинающих. Две тренировки обязательных, одна по желанию. Соответственно, как раз-таки две-три тренировки в зависимости от вашего графика. Допустим, две тренировки на неделе и одну выбрать такую на выходной день в субботу или воскресенье. Ну, то есть это абсолютно нормально начать с такого базового режима, когда два раза в неделю тренируешься. Да, да, отлично. Это прекрасно будет. Хорошо, и давай пройдёмся по тезисам для того, чтобы человек, уже планировав немножко долгосрочно свои тренировки, о чём важно помнить на первых порах. Вот я вижу первый пункт, да, подобрать обувь. То есть вот на первую тренировку, на первую пробежку в принципе можно выйти в чём есть. И сильно как бы навредить себе, ну, будет достаточно сложно, если ты вышел в комфортном режиме, там, 15 минут и бегал. А вот, да, если мы уже хотим бегать дольше, то вот почему важно подобрать обувь? Ну, смотрите, у нас, как ты сказал, нужно оценить опорный двигательный аппарат. Соответственно, все мы бережём что обычно? Колени и позвоночник. Сейчас расскажу, зачем нам нужна обувь. Это наш первый и главный амортизатор. Амортизатор. Если его нет, то второй амортизатор у нас идёт стопа, что очень хорошо. Но, как мы все знаем, у нас у всех практически плоскостопие, у всех нерабочая стопа. Соответственно, она берёт на себя нагрузку амортизации не очень много. Если стопа не берёт на себя амортизацию, дальше амортизацию на себя берёт что? Колено. А это уже не очень хорошо. И дальше идёт у нас поясничное дело. Соответственно, мы уберегаем таким образом наши естественные амортизаторы. Нам хорошо бы делать так, чтобы процентов 80 амортизации на себя брала обувь, 20 стопа, а всё остальное у нас оставалось… Лучше бы не работало. Да, лучше бы, да, вот в плане не включалось в работу амортизации. Соответственно, таким способом мы оберегаем колени и спину. В принципе, это самое важное для нас в здоровье. Поэтому я считаю, что вы можете бегать в любой комфортной футболке, в любых комфортных шортах, но вот обувь – это то, на что желательно бы потратиться и потратить на это время. Сейчас, к счастью, у нас очень много специализированных магазинов, где даже если вы не знаете, как подбирать обувь, вам обязательно помогут. Сейчас очень много профессиональных консультантов, которые с умом это делают. Круто, получается, хорошо, мы подобрали кроссовки. Почему важно на первых порах всё-таки позаниматься с тренером? Вот я скажу по себе даже… Бегать же вроде можно и… Ты вышел в парк и бегай. Да, можно бегать самому, в общем, проблем нет, мы никого, да, как говорится, не принуждаем обязательно заниматься с тренером, но расскажу про свой опыт. Допустим, я осваиваю новые виды спорта, такие как велосипед или плавание, хотя я достаточно в этом подкована теоретически, я даже занималась в университете, но я знаю, что я приду к этому, к правильной технике бега, комфортной, гораздо быстрее с человеком. Это то же самое, что мне хочется массаж, я иногда, да, там, прошу сестру или кого-то, но я лучше схожу к специалисту, это будет гораздо эффективнее. Так во всем, соответственно, если вы хотите бегать, а, экономично, б, нетравоопасно, я думаю, вам хотя бы стоит взять пару-тройку занятий, этого на самом деле бывает достаточно, чтобы направить вас. Если вам комфортно заниматься одному, без группы, у вас сложный график, чтобы подстроиться, атаковаться с тренером, я думаю, что пару занятий все же можно найти, вам будет гораздо комфортнее. Вот я сто процентов говорю, что пробежки совершенно другой характер приобретает, вам будет гораздо легче, потому что все-таки в беге, хоть это естественно, но там достаточно много нюансов, о которых на первых порах мало кто может сразу так вот понять. Но это и добавит осмысленности какой-то, когда ты понимаешь, что ты для чего делаешь, то есть это не просто движение в пространстве с фазой полета, и ты куда-то движешься, а ты начинаешь задумываться, как ты двигаешься, что ты сделал в начале тренировки, а что в конце, и вообще какой смысл от этой тренировки. Да, даже вам схему тренировки скажут, вот мы не просто выбегаем, вам расскажут о том, что нужно плавно входить даже в легкий бег, нужно обязательно сделать составную разминку, легко пробежаться, и после сделать растяжку. Вам об этом во всем расскажут, и вам гораздо будет легче на следующих пробежках. Какой плюс, какие плюсы, на твой взгляд, при тренировке в группе? Это просто сплошные плюсы, я сама на самом деле люблю и тренировать, и тренироваться в группе, это совершенно иная атмосфера, ты приходишь как будто бы, ну не то что на праздник, а действительно в классную атмосферу, где вот я просто не могу представить, я вот одна занимаюсь полтора часа, и полтора часа в группе, время прилетает совсем по-другому. И знаете, немножко нужно градус серьёзности сбросить, чтобы у вас было комфортно, когда вот вы один на один с тренером, то как-то это всё так серьёзно воспринимается, что вот я сейчас работаю, вот я сейчас делаю дело, а когда ты в компании, то тренер всегда переключает внимание то на одного, то на другого человека, поэтому как-то вы более расслаблены, что на вас весь фокус внимания не направлен. Ну и мне кажется, важно добавить, что занимаясь в группе, ты попадаешь в окружение, да, которое на первых этапах тебя сильно выносит вперёд, то есть особенно если вы начали более осмысленно, может быть вас кто-то замотивировал пробежать, ну предположим, 10 километров, вот занимаясь в какой-то компании, вы точно будете эффективнее это делать, потому что вокруг постоянно все говорят о беге, да, вы находитесь в каком-то актуальном инфоповоде, вы гораздо будете в теме, вот, нежели занимаясь один, да, где-то что-то, не знаю, читаю, там, выискиваю и так далее, а тут просто сам весь поток информации, он как бы вас окружил. Вы сфокусированы на чем-то. Да, да, сфокусированы. Ну и в целом это же такие, как и в любой другой сфере, когда вы обучаетесь, там гораздо это всё быстрее происходит, когда вы там в какое-то сообщество вступаете и так далее, поэтому начиная бег, мне кажется, круто вступить в какой-то сообщество, в клуб, школу и так далее. Окей, если вы наметили бегать два раза в неделю, насколько важно придерживаться этого плана и кровь из носу его сделать? Не нужно себя ругать, если вы не попали на тренировку или вот вы в этот четверг, вы запланировали тренировку и не вышли на неё, ничего страшного не случится, лучше поспите, выпейте чай, восстановитесь до следующей пробежки. Дело в том, что тренировка, пусть и комфортная, приятная, это всё же стресс для организма. У вас стресс от тренировки плюс стресс от, допустим, работы. Бытовой стресс? Да, и у вас организм не распознаёт, стресс вы получили от работы или от тренировки, вы получили просто тройной стресс, и это может обернуться достаточно печально. У меня, кстати, раньше было, что я иногда тренировку переносил на следующий день, иногда делал две, но это я сейчас понимаю, что это абсолютно неправильный подход, так делать ни в коем случае нельзя. Ну, супер, надеюсь, что вот эти базовые рекомендации помогут вам уже на более длинной дистанции получать удовольствие от бега. Поехали дальше. Методика и техника бега. Алсу, как ты считаешь, во-первых, для чего нужна техника бега новичку? Потому что мы же все бегаем, да, опять же, чем она может быть полезна? Ну, это два таких основных момента, зачем нужна техника бега. Первое – это чтобы не травмироваться, чтобы быть здоровым, потому что, ну, не 80%, но половина процентов травм – это точно от неправильной техники бега. Очень много травм от неправильной техники бега. Соответственно, в первую очередь мы уберегаем свои суставы, колени и прочее. То есть можно подойти превентивно? Да. Второе – это экономичность бега, это чтобы не было лишних движений, нижних колебаний. Очень много людей, которые начинают бегать, не обращают на это внимания, соответственно, они тратят гораздо больше усилий при том же темпе. Просто подумайте, что можно бежать с теми усилиями гораздо быстрее или поддерживать тот же темп, в котором вы бежите, но прикладывая меньшее количество усилий. А что может помочь в становлении правильной техники бега? Это только так называемые специальные беговые упражнения или это что-то еще, какие-то компоненты, ну, другие типы тренировок? Есть прям специальная техническая тренировка, как вот можно сравнить в плавании очень много технических тренировок, и, конечно же, они делаются подконтрольно с тренером. Казалось бы, как могут нам помочь силовые упражнения, они очень сильно влияют на экономичность бега, потому что у вас будет более стабильный корм, например. И это тоже добавит вам экономичности. Поэтому даже если вы не знаете, с чего начать, можно начать с статичных или динамических упражнений, такие как планки, классические приседы, классические выпады, они косвенно тоже влияют на технику бега. То есть получается, даже внедрив чуть-чуть объема силовых тренировок... Это буквально 10-15 минут даже достаточно. Да, мы не говорим, идти в зал, это даже можно сделать все дома, можно уже себе сильно помочь. А если мы говорим про выносливость, развитие сердца, то вот этот компонент как-то влияет, кстати, на технику? Да, человек более адаптирован к длинным нагрузкам. Смотри, допустим, есть такое понятие, когда начинает рушиться техника, на каком километре дистанции. Соответственно, у новичка это будет вот 2-3 километра, допустим, мы бежим экономично, в хорошей технике бега и в хорошем расположении духа, а дальше мы начинаем резко, уже у нас что-то начинает плыть. Ломаться. Да-да-да. И, соответственно, чем выше у вас будет выносливость, тем больше процент дистанции вы сможете продержаться в экономичном беге. Соответственно, это такой вопрос интересный, потому что, с другой стороны, экономичность бега сама влияет на выносливость. Если у вас экономичный бег, то вы сможете дольше продержаться. Как бы одно влияет на другое. То есть получается, что всё взаимосвязано и нельзя выбросить какой-то один компонент, не заниматься им. Да, потому что вот именно два компонента, ещё раз повторюсь, именно экономичность бега и аэробная выносливость, не анаэробная, не МПК, то есть не какие-то высокие показатели, а именно общая выносливость. Это залог успеха в длинных дистанциях. Ты можешь выделить какие-то, может быть, примеры тренировок, на которые стоит обратить внимание в большей степени, именно в первый месяц занятий? Достаточно просто выходить на лёгкие пробежки вообще без каких-либо ускорений, без всего. То есть у вас должна база такая заложиться, хорошая аэробная выносливость. То есть мы просто качаем сердечно-сосудистую систему, то есть помогаем сердцу справиться с такой нагрузкой. Техникой заниматься на каждой пробежке не нужно. Важно, я думаю, что вот техникой хорошо бы заняться первые там два-четыре занятия, на каждой пробежке думать об этом, а потом у вас это отложится, и, соответственно, добавлять технические тренировки, скажем, раз в неделю, раз в две недели, этого даже будет достаточно, если у вас не очень много времени. Конечно, на неделю хорошо бы уделять внимание и выносливости, и технике, и силовой подготовке, но... И скорости. Скорости это потом. Но смотрите, как можно сделать, говоря о силовой подготовке. Основная тренировка у вас будет состоять из лёгкого аэробного бега, соответственно, допустим, это от 30 до 40 минут. А в конце можно добавить, если, допустим, у вас нет времени заниматься, вот вы выбрали два дня, и вы не хотите больше выделять других дней, то буквально в конце 10-15 минут можно уделить силовой подготовке, отжимания. Кстати, руки, кор тоже нужны бегуну, не только ноги, соответственно, мы прям всё тело планомерно, прям по два подхода на каждую часть даём упражнения в своём ритме, и по количеству тоже сами подбираем. И вот так будет строиться примерно тренировка. Получается, что основа тренировок всё равно это лёгкий аэробный бег. Думаю, да. Если говорить про пульсовые зоны, у нас тоже в чат задали такой вопрос. Получается, что, как правило, их выделяют около пяти. То есть есть зона восстановления, это синяя зона, ну, например, если там в каких-нибудь часах или трекере. Это ходьба, например. Да, это совсем лёгкая, совсем небольшой пульс, очень лёгкий, и он используется как для разминки-заминки или восстановительных тренировок. Зелёная зона, зона ровного развития. Ну, вот в ней проходят все тренировки. И вот в ней как раз и стоит все делать, да. Пульс, я так понимаю, что он будет немножко индивидуален, но есть какая-то верхняя, вот верхний предел, вот выше которого, если вы не делали тест специальный на определение пульсовых зон, который точно не стоит переходить. По моему опыту, у 80% бегунов это примерно 150. Соответственно, конечно, бы хотелось бы пониже. Мы все стремимся где-то к 135-145. Стараться не переходить за 150-155. На самом деле, даже многим тяжело и до 160 держать. Это совсем-совсем медленный бег. Тогда вам стоит переходить на шаг, буквально минутку, опустить пульс, например, до 130, и дальше начинать бежать в своём ритме. Получается, что если человек даже бежит очень медленно, у него задирается пульс высоко, решение перейти на шаг и пока заниматься активными прогулками. Возможно, это немного займёт времени для адаптации всей аэробной системы, да, и потом, соответственно, уже добавлять долю бега, растить её, чтобы, в общем, не было бега на высоком пульсе. Да, не спешите. У всех, на самом деле, свой ритм, и кому-то сразу легко даются пробежки на пульсе 140, минут 30-40. Я вижу совершенно разных людей, и это нормально. Я хочу сказать, чтобы вы не думали, что у вас что-то не так, всё нормально, у всех по-разному происходит адаптация. Поэтому я бы выбрала диапазон, если вот ответить коротко на вопрос 130-150. Ну и такой ещё вопрос, как увеличить темп, и что может это способствовать этому? Тут, я так понимаю, вопрос про, ну и в целом уровень тренировности, то есть за счёт каких факторов будет увеличиваться темп ваш? Да, вот я отвечу на этот вопрос так. У нас есть два подхода от объёма к скорости, от скорости к объёму. Соответственно, все профессиональные бегуны, и кто занимался в детстве, ведут свою подготовку от скорости к объёму. То есть делают спринты и так далее, и потихонечку увеличат объём. Как мы в самом начале сказали, нельзя одновременно растить объём и скорость. Вот смотрите, как перейти к скорости, к темповому бегу. Мы сначала увеличиваем объём, допустим, постепенно идём к фоновому объёму, потому что без фонового объёма темповый бег не будет работать. Увеличиваем, скажем, на 10%, как рекомендуют. Первую неделю, вторую, третью, и мы вышли, допустим, на какую-то стабильную цифру. Скажем, на 30-35 км в неделю стабильно. Держим этот объём, чтобы он стал для вас комфортным. Скажем, держим одну неделю, вторую, третью. Подержали, всё. Теперь в рамках этого объёма можно увеличивать интенсивность. Соответственно, нельзя одновременно увеличивать и интенсивность, и объём. Вот вы, допустим, пробежали комфортно 35 км за неделю, можете уже добавлять лёгкие интервальные тренировки в рамках этого объёма, не увеличивая его. Ну и, наверное, это важно делать на первых порах всё-таки, опять же, либо в компанию более опытных бегунов, либо с тренером, чтобы не дать какую-то слишком высокую нагрузку. Да, подконтрольно. Да, и очень важно подобрать правильный темп. На самом деле, можно... Есть много людей, которые делают очень интенсивно и очень много, но ни к чему, ни к каким результатам этого не приводит, потому что они мимо кассы выбирают темп, пульс и прочее. Ну и получается, что после адаптации, а как правило, это занимает месяц... Да. Ну, 4-5 недель где-то, да, чтобы привыкнуть. Кому-то, опять скажем, не привязывайте их к цифре, да, у всех по-разному, но мы говорим про средние, да. То есть кому-то нужно 6 недель, кому-то 8 и так далее. Кому-то, опять-таки, говорю, кто ходил на танцы в тренажёрный зал и прочие нагрузки, то у них занимает меньше времени. Давай, может быть, расскажем чуть-чуть подробнее вообще, какие дистанции бывают в мире бега. Да, их действительно большое количество сейчас существует. Начнём мы с какого-то самого простого, привычного. То, что вы, скорее всего, уже видели по телевизору, а именно лёгкая атлетика, бег по стадиону. То, что есть чемпионаты мира, олимпиады и так далее. Дистанции там варьируются беговые от 60 метров, да, это в закрытом помещении, и, соответственно, на открытом воздухе. Это 100 метров минимальная дистанция до аж 10 тысяч метров. То есть 10 километров, 25 кругов, по-моему, если не ошибаюсь, бегут по стадиону. Ты бегала когда-нибудь? Десятку, нет, не бегал. Ты знаешь, я 10 тысяч метров бегал в манеже. Это был традиционный предновогодний старт. Да-да-да, 50 кругов. Представляешь, ты пробежал 10 кругов, ну и уже... А суточный бег, знаешь, в манежах проводят. Не говори даже, если честно, да. И как-то, кстати, тебе понравилось. Что, про суточный бег? Нет, про 10 километров в манеже. Суточного бега, слава богу, у меня не было, надеюсь, пока не будет. Так об этом не задумываюсь. Но 10 тысяч метров, в принципе, поскольку я к нему готовился, и у меня уже было под бегом в манеже, довольно комфортно, на самом деле. Тебе комфортно по виражам бегать? Да, у меня проблем с этим не было. Да, в общем, есть дистанции на стадионе. В индустрии спортивных, да, в частности, беговых ивентов, таких мероприятий крайне немного. Да, совсем мало. Среди любителей, я имею в виду, конечно же, проводятся там чемпионаты, кубки России, спартакиады и всевозможные и так далее для профессиональных атлетов. Для любителей это буквально таких больших ивентов несколько всего в год, когда можно попробовать свои силы на более коротких дистанциях, получается, если сравнивать с классическими дистанциями в любительском беге, которые происходят на шоссе. На шоссе гораздо интереснее, если меняется картинка, поэтому, я думаю, гораздо больше. Да, как минимум другие виды, да, можно путешествовать в другие города и даже страны, поэтому там, в общем, дистанции есть от одного километра, проводятся забеги, есть, например, перед Нью-Йоркским марафоном, если не ошибаюсь, проводится, например, миля на 5-й авеню. Раньше Кремлёвская миля у нас была тоже. Кремлёвская миля, вот, то есть, да, это бег по асфальту, 1600 метров, вот, ну, наиболее распространёнными в беговой индустрии являются дистанции 5 километров, 10, полумарафон, если что, это 21 километр, и марафон. Марафон – это только 42 километра, 195 метров, да. Если я не ошибаюсь, то расстояние от Красной площади до МКАДа по Ленинградке и обратно – это как раз марафон. Ого, не знала этого. Нихило так, да, вот ты скажешь, давай, добеги отсюда и вернись, немаленькая дистанция. Да, но это целый марафон. 18 сентября, кстати, будет проходить крупнейший марафон в стране, московский марафон, он собирает суммарно на двух дистанциях 10 и 42 километра, порядка 20-25 тысяч. Да, очень много. Это большой ивент, и даже по сравнению с международными стартами, регистрация в этом году, к сожалению, уже, если не ошибаюсь, закрыта, но если вдруг будет регистрация в день экспо, то вы можете попадать в удачу, потому что даже есть время подготовиться к десятке, вполне комфортно как раз. А так, в целом, осень – это комфортная погода, это самый плотный график наравне с весной по количеству стартов, в общем, эта практика сохраняется как в России, так и за рубежом. Да, потому что все крупнейшие мейджор-марафоны, они проходят как раз апрель и где-то сентябрь-октябрь. Берлинский марафон будет в сентябре, это тот марафон, на котором установлены все последние мировые рекорды. Быстрая трасса. Очень быстрая трасса, я бегал два раза. Ого! Единственный из мейджоров, да. То есть их надо шесть собрать для заветной медали, вот у меня есть два, но два – один тот же, поэтому я, в общем, пока у меня только один зачётный. Супер. На шоссе есть, на самом деле, ещё ультрадистанции, есть примеры, когда бегают, ну, такие уже, скажем, не совсем стандартные дистанции, то есть мы вам раньше сказали, это стандарты, которые есть на всех международных больших ивентах, как основной забег или забег-спутник. Соответственно, есть дистанции 60, какие-то там 73, условно, какие-то уже нестандартные. Наверное, можно выделить Комрадс-марафон, у нас тренер Марина Жулыбина была неоднократным призёром, там дистанция, по-моему, 87, 86 километров. Да, в Южной Африке этот ультрамарафон проходит. У нас в России таких ультразабегов пока вот раскрученных нет, возможно, появится как раз. Ну и, конечно же, кросс и трейлранинг. Трейлранинг – это новая веха такая модная в беге, мне очень приятно, потому что, я честно скажу, после того, как я пробежал быстрый марафон, я стал искать мотивацию дальше, и трейлранинг был как раз хорошей целью, потому что я в детстве занимался ориентированием, мне привычно бегать поперёчё на местности, и в трейле нету стандартных дистанций. Да, там всё зависит от организатора и схемы дизайна трассы. Местности. Классический трейл, наверное, можно выделить как такой достаточно равнины, да, то есть трейл – это бег по перчёной местности, по тропам, по тропинкам, грунтовым дорогам, может быть, иногда с использованием леса, ну, то есть какой-то прям естественной поверхности, где дистанции, опять же, могут быть, там, и от трёх километров до ультрамарафонов. Собственно, самый крупный трейлранинговый старт в России – это Golden Ring ультатрейл в Суздале, да, собственно. Вот, кстати, регистрация на него будет открываться буквально в сентябре, вот на экспо московского марафона они обычно открываются, и слоты уходят достаточно быстро, там есть дистанции буквально от… Там большое разнообразие, да. От пяти километров, там, кстати, правда, очень классно, там это всё проходит на небольшом участке, и твои знакомые, родственники, там, друзья могут наблюдать, как ты бежишь прям вот оба круга, и вверх-вниз прям, там очень много подъёмов, такая она не самая простая, но так как это всё пять километров, то это, в принципе, вполне доступно получается. И хороший способ познакомиться с трейлом, понравится вам или нет, конечно. Да, а дальше трейлы могут быть горные, вот буквально два дня назад я вернулся с горного трейла при Эльбрусе, Альпиндустрия, Эльбрус, Воргрейс, я бежал 44 километра с набором 3500 метров, это очень высоко, даже не пытаюсь здесь посчитать, сколько их лежит. По-моему, после соревнований часы мне сказали, что я преодолел что-то 800, и тоже что-то такое, ну то есть… Забрался на небоскрёб, короче. Да, да, ну действительно, это уже требует очень специфической подготовки, высотной акклиматизации, что мы делали на кемпе как раз за неделю до этого старта, и, ну, конечно, уже нужно иметь обязательно подготовку. Конечно. А, кстати, вот я не знаю, проходит сейчас или нет, я знакомилась с горным трейлом на дистанции 8 километров, там можно было даже детям участвовать, в каком-то году проводили… Эльбрус. Да, это буквально до прошлого года, на самом деле, такая практика была, в этом году просто 10 стало. Ну, в общем, всегда есть ознакомительные дистанции, если вы едете с кем-то, всегда можно попробовать чуть-чуть на вкус трейл-раннинг. Есть такая дисциплина, как кросс, она тоже не очень развита. Но она очень развита в Европе. В Европе это мега популярная вообще, конечно, история. И я вот была в Африке, да, в Кении, у них очень популярен кросс, там просто, вот я стою и просто не могу понять, где заканчивается этот поток людей, у них настолько популярны кроссы. А что такое кросс? Это что-то промежуточное между шоссе и трейлом, там нет таких агрессивных подъемов, наборов, там нет канав, никаких препятствий. Кстати, иногда там накидывают бревна или луж специально, искусственные поиграли. Да, слегка. В общем, это предстоит, если вы бегаете не по облагороженному парку, где есть асфальтовые дорожки, а вот если взять наш Битцевский парк, какие ещё там… Трава, лук получается. Там утоптана эта тропка, то есть там не будет никаких агрессивных покрытий, будет утоптанная грунтовая дорога, там даже подойдут обычные кроссовки, но требует очень сильной мышечной выносливости, к слову, силовой подготовки достаточно все кроссовики, кто бегает кросс, они все такие мышечные, потянутые, сильные, и это интересная дисциплина, они обычно не очень длинные у мужчин, это от 8 до 10 километров. И, кстати, вот у нас в Жуковском Кубок России проходил в Суздале, кстати, тоже проходит Кубок России по кроссу в Кисловодске. Это достаточно мягкий набор, но очень интересно, она такая бывает… Динамичная, да, да, петляется, тропки, в общем, интересно. Да, вот получается, что кросс – это характерные небольшие дистанции, то есть там для девушек это там до километров 6 километров, мужчины – это до 10-12 километров, то есть не бывает кросса там на 100 километров. Да, нет, не бывает. Да, это уже трейл, да, ультра-трейл. И получается, если я правильно понял, то для того, чтобы перейти, например, шоссе, да, то есть вы попробовали шоссе, всё вам понравилось, вы там пробежали несколько стартов, и перейти на трейл, такое важное отличие в тренировках, это в силовом компоненте, потому что у вас много нестабильной поверхности неровной, да, вам нужно держать баланс, координацию лучше, развивать для того, чтобы экономичность, которая у вас была на шоссе, да, перенести как бы так же эффективно и в трейл на совсем нестабильную поверхность. Ну и, собственно, силовый компонент для того, чтобы вы могли уверенно преодолевать вверх, и, что очень важно, вниз, потому что многие думают, что бежать вверх это очень тяжело. Честно говоря, вниз сложнее. Я сейчас доберусь до вершины, ну и вниз спущусь спокойно, а оказывается проблема, что вверх, ну вы идёте, как бы идёте, нормально, на горных стартах вы прям действительно идёте, вот я сейчас первые 12 километров натурально шёл, да, 2000 метров за 12 километров набрали, а вот вниз – это очень большая проблема. Да, очень сильная нагрузка и на весь организм. Интересно, ты подвёл, мне кажется, для людей, которые думают с шоссе переходить на трейл-ранинг, я бы рекомендовала попробовать кросс, это вот что-то такое среднее, и у нас тоже проводится, мне даже кажется, беговое сообщество проводят весной и осенью. Весь игра? Да, да, вбиться с компартией. Весь игра? Весь игра, да, да, да. В общем, можно попробовать для себя кросс, очень динамично и интересно. А что ты думаешь о том, чтобы начинать, например, не с шоссе, а вообще с трейла? Это же более мягкая поверхность. В принципе, можно, но тогда, я думаю, что в вашей подготовке, если мы тогда говорили, что на шоссе мы делаем акцент на аэробную выносливость, то подготовка к кроссу и трейлу потребует от вас больше силовой подготовки. Я бы прям 50 на 50 процентов уделила внимание, 50 процентов физической подготовки, 50 процентов аэробной выносливости. То есть сместить акценты в подготовке, тогда, я думаю, что можно. Ты как раз заговорила про, собственно, тренировки. Давай мы с тобой поговорим о том, в чем отличие между подготовки к первой пятерке и если человек уже движется дальше, например, к полумарафону. Какие ключевые отличия будут и что важно учитывать, чтобы себе не навредить? Это логично предположить, чем будет отличаться подготовка пяти от полумарафона. Конечно же, объёмом, но к этому объёму стоит подойти очень не спеша. Объём тренировок. Да, общий объём тренировок. Соответственно, как я это называю, нужно простоять объём, который вы пробежите на соревнования хотя бы раз головой. То есть не обязательно пробежать всю эту дистанцию, важно вот примерно у вас два часа нужно будет уделить на полумарафон. Соответственно, вы должны суметь два часа непрерывно двигаться. Представляете, сколько это может потребовать усилий. Поэтому те же кросс-походы, чередование ходьбы, бега на протяжении часа, полутора и так далее, но к этому нужно очень-очень постепенно идти. Поэтому всегда рекомендуем начать с пятикилометрового пробега. И что интересно, на всех пробегах массовых, таких как полумарафон, опять же, если вы хотите прикоснуться к марафонцам или полумарафонцам, всегда в рамках этого соревнования есть маленькая дистанция. Вот всегда практически есть 5 или 10 километров, чтобы себя попробовать. Иногда даже старт в одно время это так заряжает, что ощущение складывается, как будто вот ты тоже совсем близко к этому марафону, и вот он тебя уже ждёт. Поэтому стоит начать, конечно же, с маленьких дистанций, плавно переходя к длинным. Это мы, наверное, об этом сто раз уже сказали, но я думаю, будем повторять и повторять. Соответственно, как будут отличаться тренировки? Вас будет просто… Если глобально, конечно же, отличий гораздо больше, если мы рассматриваем около профессионально или на быстрый результат 5-10, то, конечно, там будет больше скоростных работ, таких больше острых работ, интервальных. Но если подходить с точки зрения просто преодолеть дистанцию 5 или 21, то к этому нужно прийти, увеличив планомерно общий объём. Соответственно, мы также оставляем силовую подготовку, также оставляем и работу над техникой. Мы просто увеличиваем длину пробегаемого отрезка за тренировку. А правильно же я понимаю, кроме того, что будет разница в самих объёмах тренировок, ещё есть срок подготовки, то есть на пятёрке нужно, чтобы преодолеть. Конечно, да, да, да. Сколько, на твой взгляд, требуется, чтобы очень комфортно, уже с адаптированным сердцем к нагрузке пробежать пятёрку в удовольствие? Так вот мы так и делаем в школе бега. Допустим, ко мне приходят ребята, которые пробегают один круг на стадионе, это 400 метров, и за 4 недели процентов 90 точно смогут в комфортном режиме преодолеть 5 километров. Я думаю, что можно заложить для комфортной подготовки месяц, если вы до этого не пробегали, да. А полумарафон, если мы говорим, ну, например, тоже первый? Ага, первый. Я бы, наверное, у всех по-разному, но минимум 3 месяца я бы, наверное, удерживала. Это вот прям минимум. Вообще лучше бы я бы, конечно, полгода, по-хорошему, но мало... Такая длинная цель уже получается, тяжеловатая. Да, но они нетерпеливые же все спортсмены. Соответственно, ежепромежуточная цель 10 километров, поэтому можно выбрать 5, 10, 21. Раньше даже так некоторые забеги строились, я помню, когда-то вот сначала надо преодолеть 5 в рамках одного организатора, потом 10, потом 21. Я бы вот, честно, как сделала, например, в комфортную погоду, как только, да, растает снег и так далее, скажем, в апреле-май у вас появилось желание бегать, то выбрать полумарафон в конце августа либо в начале осени, это было бы идеально. То есть вы все лето потренировались и выступили в своем первом полумарафоне. Но, в принципе же, можно и сделать такой же вариант со стартом, например, даже зимой. Вот как тебе кажется, вот зимой полумарафон, насколько это сложная история, что, в принципе, ты можешь, ну, во-первых, бегать на улице, продолжать осенью, это вообще абсолютно комфортно, если есть нужная экипировка и полезно с точки зрения иммунитета, чтобы больше времени проводить на открытом воздухе. Гораздо комфортнее до осени будет тренироваться. Можно в манежах иногда тренироваться, если совсем сложные погодные условия. И, соответственно, потом пробежать полумарафон. Да, можно, скорее всего, будет комфортно пробежать где-то за границей, я даже не знаю, проводят ли у нас зимние полумарафоны. Дорогу жизни, например. О, это, да, это в рамках марафона, точно, да. Ну, я скажу так, что это, наверное, требует чуть больше силы воли, дисциплины, подготовка к зимнему старту, потому что у многих почему-то как раз-таки там новогодние праздники, зима, у всех немножечко отпадает желание бегать. Ну, или выбивает просто. Ну, и выбивает тоже, да. Ну, я согласен. И, наверное, правильно сказать про восстановление, что чем больше у тебя тренировок, тем пристальнее нужно обращать внимание на восстановление после получаемого стресса. нужно уже обзавестись, может быть, уже кто-то слышал о роллах, мячиках, раскатках, если вы… Можем сделать имитацию массажа с помощью йоги, с помощью растяжки. Получается хорошая история, да, например, у тебя две беговые тренировки, и ты ходишь на йогу на такую лёгкую, да, чтобы потянуться. Можно даже… Сейчас очень много классных каналов на ютубе, я сама иногда занимаюсь по каналам различных йогинь или йогов. Кстати, хорошая практика по понедельникам сходить на йогу. Давай нашим слушателям дадим несколько рекомендаций для того, чтобы после первых шагов их мотивация не гасла, и чтобы они могли предложить бегать с удовольствием. Да, я немножечко потеряла мотивацию, и вот не поверишь, конечно, так делать не нужно всегда, и это не обязательно, но я для себя поставила цель каждый день бывать в разном парке в Москве. Я исследовала семь парков Москвы, и в каждом сделала пробежку. Какой твой самый любимый? Моё сердце принадлежит Мещерскому. Yes! Мещерский парк номер один, да, вы этим слышали. Да, я его очень люблю. Просто мне далековато до него, но, если честно, я бы ему первое место отдала. Прекрасно. Вот будешь, когда в следующий раз бегай, там зови. Хорошо, ладно. Кстати, вы не переживайте, на самом деле у всех бывает, это такая вот волна, называется она дофаминовая яма, мы всегда такие на всплеске начинаем, что-то новое, это даже касается не бега, а любого хобби, увлечения, у нас обязательно будет спад, когда нам не захочется это делать, но, если честно, вот в этот момент очень важно это дело продолжить, потому что потом очень сложно себя опять на эту волну. Этот промежуток времени длится не так долго, поэтому себя можно как раз-таки, если у вас не хватает внутренней мотивацией, да, хорошо бы, конечно, никакими себя приёмами не мотивировать, чтобы у вас была внутренняя мотивация достаточно сильная, но всё-таки внешней можно воспользоваться иногда. Первое, это мы сказали с вами, менять маршруты, кстати, мне это помогло. Конечно же, помогает группа, друзья, когда вы договорились встретиться в это время, в этот день на пробежке и слиться в пробежке гораздо сложнее. Меня это, на самом деле, тоже выручает, я изредка пропущу пробежку, если я с кем-то договорилась. Допустим, если я внутренне с собой договорилась, что, допустим, завтра я пойду бегать во столько-то, я могу пропустить, а вот с кем-то сложнее. И гораздо приятнее, конечно. Я думаю, что это достаточно рабочий приём. Ну и, конечно, цель нас всегда поддерживает, но тут очень важно быть осторожным, потому что можно себе поставить цель слишком амбициозную, такую, как забраться на Эверест, и внутренне вы будете понимать, что вы её не достигнете, поэтому вы опустите руки. И слишком лёгкая цель вас тоже быстро перестанет мотивировать, такая, когда там бегать 20 минут в парке. Каждый день. Да, она должна быть такая, знаете, чтобы у вас немножечко там что-то будоражило вас, и вы просыпались с этой мыслью. Кстати, есть ещё такие поощрения, тоже они как бы к цели относятся, ими тоже лучше часто не пользоваться, но, допустим, можно себя поощрять, например, новые красивые кроссовки, новая экипировка стартовый, там, костюм новый и так далее. Иногда это тоже работает, это тоже такое временное. Я бы всё же вот этому совету последовало, выбрать цель, которая бы вас мотивировала, которая вас бы будоражила, обычно это, но вот у меня, у очень многих это такой старт, как московский марафон, он почему-то у всех вызывает какие-то невероятные ощущения. Самый большой старт в нашем городе, конечно. Да, поэтому можно выбрать какой-нибудь старт, можно повесить календарик, отметить этот день, и вы будете это видеть визуально, вас тоже это будет мотивировать. Кстати, ещё говоря про цели, как ты думаешь, насколько важно иметь какую-то, например, одну, и вот цель, которую вот прям идёте, ты говоришь, да, она тебя будоражит, откликается. Или, например, ну цепочку этих целей, потому что мне кажется, что иногда бывает такое, что вот настраиваешься на один какой-то старт, и потом бац, у тебя что-то не получается. И вот такое расстройство, а если у тебя в запасе есть ещё так, ну не вот это, так вот это, тут вот пробегу. И вот как-то проще. Ты прав, однозначно, потому что всё ставить на кон на один старт, это очень рисково, и очень сильно можно, у меня был такой опыт, что действительно, как в прошлом году, московский марафон отменили, и человек до сих пор не может вернуться в бег. А, даже так. Да, настолько вот просто он опечалился, что этого старта не было, всё, значит, не побегу, я готовился, зря готовился и так далее. В общем, конечно, запасные варианты нужно иметь. Быть гибким, получается. Как свои цели, если что, даже можно же пробежать. Вот мы, действительно, старты в прошлом, позапрошлом году отменялись, и мы для нашего сообщества делали клубные старты, забеги на ту же самую дистанцию, поощряли, в общем, так, чтобы ваши мечты и цели исполнялись, и никто их не мог отменить. Собственно, мне кажется, мы обсудили все ключевые моменты для того, чтобы вы точно вышли на первую пробежку. Если вы готовы её сделать, то мы будем рады вам помочь в этом. Ждём вас в школе бега I Love Running, и надеемся, что наше беговое сообщество будет только расти. Пополняться. Да, новыми бегунами. До встречи, всем спасибо за эфир, пока-пока.